доброго всем дня товарищи бритвоманы и любители классического бритья давно давно мы не виделись не слышались но я как и говорил принципе раньше что каждый примеру полу раз в полугода я что-то придумываю что-то выпускаю весь этот момент то есть как момент пролетает эти полгода я вдумываю что сделать как сделать как сделать лучше чем могло было ли быть когда бы либо и вашему вниманию век фреймбека начался я долго разрабатывал все вот это вот в голове долго рисовал долго рассчитывал и все у меня получилось все у меня получилось реальный фреймбек давайте сразу пока начнем вот с внешнего вида да ну красота вы согласитесь это не то что там примеру французский какой-то вариант и который там весь гнил уже его надо давно было в мусорку выкинуть или почистить и музей отдать но да ничего не скажу есть любителям такого старины но любитель старины понимаете вот у меня тоже есть некоторые старины вещи они лежат на полке я им не пользуюсь но это дело каждого это дело каждого вот так вот новый фреймбек пожалуйста это новый фреймбек настоящий не как я раньше делал помните когда делал из цельного с цельной стали какой-то там у 9 по моему было вот так вот а это настоящий вот так вот вот наверное если вам не получилось рассмотреть и смотреть что руки просто немного грязновато не отмываются уже просто потому что я тут вечно в этой в работе эта плоскость она идеальна этот паз он идеален вот это лезвие она просто туда как родное вот так вот она конусная кстати конус имеет что дальше при правке очень очень легко вертится в руке очень хорошо фиксируется этим плоскостями это тоже все обдумывал потому что я знал что это бритва будет не на полке лежать это не полочник ни разу это рабочий вариант и поэтому вот она так вот легко крутится все обдумано все рассчитано дальше что это нержавейка аисе посмотрите как она закрывается все ровно все по красоте дальше давайте о главном да так сказать это лезвие изготовлена из немецкой стали и джекей то есть кто скажет там это русская там фуфло какой-то нет это немецкая как вы любите вот так вот она имеет травление потому что она как бы пол нержавеющий этот полотно и чтобы его хоть как-то там подзащитить что она не темнела ничего пятнами там где-нибудь а вот сделал так вот и сереньким вот так вот затачивал с одним слоем изоленты потому что он ведь я тут начала уже ну блин мне нравится как там все вот и тут особенно в первых моментах стачивается поэтому уже этого вам решать потом стачивать не стачивать как она в руке как и должна быть как и должна быть легкая маневренная затуженная в меру ровная параллельность шабе скольжение как обычно латунь тончайшие вот такой вот вариант клинышек из той же из той же вот этой вот это акрил японский кстати дорогущий зараза к сожалению ну я просто думал что 21 век до акрил какой-то там да вроде бы но цветастый там весь какой-то хитрым образом там все замешано ну не должен стоить больших денег тут стоит но это неважно вот так вот встречайте это первый вариант который я решил это сделать первый он то есть но я его в голове разрабатывал полгода примерно и вот то есть как я это увидел как должно было получиться так она вот и получилось что дальше дальше я мечтаю сделать то же самое пример плюс-минус там рукоятка будет другой расцветки примеру вот это будет тоже это же нержавейка рейсе но полотно лезвие хочу сделать примеру дамаска хотелось бы и я думаю что я сделаю было бы желание цели должны быть амбициозные как сказал владимир путин недавно вот в моем случае это как раз есть та самая амбициозность ну что ж давайте проверим как она не заточена длиннее берем по длине еще вот такой длины берем не сантиметр ничего вот видите она не заточена она приготовлена в заточке почему это говорю да потому что меня почти показываю в кранчик то потому что когда мои бритвы берут 50 процентов пользователей говорят что она не заточена на не бреет я не могу с этим не согласиться и лишь потому что у каждого свое бритье у каждого своя кожа он на меня бреет идеально а то что который на 2 а то что например этот супер заточников меня не бреет она царапает все весь ободранные как бы поперек я ложу тут вот то есть сразу скажу что ну вот за . моя никакая я в принципе не являюсь заточником поэтому обращайтесь пускай затачивают вам специалисты мое дело сделать само изделие о изделие изготовлено изготавливался но то есть вот сами вот заготовки они изготавливаются довольно таки сложно сделать вот пример вот тот же полотно вот тот же вот этот эрл как бы так сказать все вот это сложно но вот именно в сборке все это легко это говорит о том что все сделано максимально точно и правильно и эта сборка именно показывает что сделано хорошо потому что если бы был бы что-то не так то при сборке это было бы ну реально хлопотно реально в одни косяки спотыкать что-то еще нет здесь я собрал просто как вот болт в гайку так вот вкрутить вот так вот и все и на этом вот она быстренько быстренько собралась вот подготовка изначального детали да это хлопотно и долго и сложно а сборка ну просто на раз-два так что встречайте я надеюсь что ну до нового года вряд ли а вот после нового года уже двадцать четвертом году я изготовлю вам еще фреймбейков и уже там постараюсь сделать из каких-то других марок стали полотна то есть как вы любите пример вот есть много любителей дамасской стали и поэтому почему нет а на сегодня пока единственная бритв к единственном экземпляре натуральный фреймбейк и я реально рад что у меня доходят руки у меня есть желание вот с этим работать вот с придавками очень и очень много пользователей просто счастливы в пользовании моих работ но не все конечно не все но не может такого быть но большинство большинство очень и очень довольны моей работой почему я так говорю потому что вот у mercedes не все же любят некоторые говорят да это корыто а многие говорят да это идеал вот так же и у меня есть любители русской бритвы а есть любители ну французской например вот как то так и и то и другое имеет место быть каждому свое каждому пожеланию ну что ж с наступающим новым годом и увидимся